И вот здесь две камеры, вот мы переключаем, есть одна столовая, ляда, и в онлайн-режим мы все видим происходящее. Здесь у нас даже, если вдруг какое-то возгорание у нас происходит, приходят у нас фотографии. Вот написано в столовом 9 фотографий и на ляде. Вот, наверное, на ляде мы включим фотографии, но здесь мы видим, спиртзавод попадает. От зоркого ока электроники не ускользает даже то, что может отдаленно напоминать задымление. В аномально жаркую погоду под круглосуточным контролем Тамбовского лесхоза без малого 21 тысяча гектаров лесного массива. Объезд вверенных территорий тоже часть работы. У тружеников лесного хозяйства свое представление о хорошем лете. Когда все вовремя, и дождь, и тепло, это очень хорошо. А когда вот как последнее время на протяжении там практически двух-трех недель температура воздуха стоит 30 плюс, но, конечно, это вызывает опасения о том, что может произойти возгорание в любой момент. Патрульные маршруты охватывают места отдыха и наиболее пожароопасные участки лесных угодий. Утром встаешь и смотришь на небо облачно или как, а когда облачно и на душе становится как-то полегче, думаешь, ну, вдруг пойдет дождь. А когда встаешь и уже в 7 часов там или в 6 часов уже 20 плюс, то как-то становится день напряженным. В этом году на территории Тамбовской области режим пожарной опасности был введен с 1 июня по 1 октября. В лесу запрещено разведение костров, приготовление на мангалах и курение. Ситуация с аномальной жарой требует более строгих мер, вплоть до запрета входа в лес. В настоящее время пожароопасной ситуации присвоен пятый класс. Пятый класс опасности – это практически самый высокий. Мы не горим, слава богу, да, отдать должное тому, что все группы работают, качественно добросовенность все, что со всеми проводим мероприятия пропаганды, объясняем то, что в лесу запрещается использовать открытый огонь. Не стоит забывать, что лес – это еще и дом для птиц и зверей. Страшных и не очень. Самый страшный зверь в лесу – это человек. Потому что все, я уже говорил про это, что 90% всех бед в лесу, пожаров – это происходит от человеческого фактора. Хотим мы этого, не хотим. Специально, не специально, но это происходит постоянно, ежегодно. Для предупреждения распространения огня в лесу проводят опахивание и обустройство минерализованных полос. Минерализованными они называются из-за того, что на них нет растений и другой горючей органики. Служат они препятствием при низовых пожарах. Для того, чтобы вот эта молодая сосна стала большим красивым деревом, должно пройти как минимум 100 лет. Поэтому лес – это не только наше богатство, наши дома, бани, мебель, может быть, легкие, но и серьезные инвестиции в будущее. Каким увидят лес наши внуки и правнуки, зависит от нашей деятельности сегодня. Таким образом, качество жизни наших потомков зависит в том числе и от соблюдения нами правил нахождения в лесу. Людмила Марченко, Михаил Мальцев, Данила Лычко, Область новостей.